халтура захватывает с одного региона вы знаете я так удивился кто мне пришел из вас колитесь в начале так сказать история нет продолжения я еще не знал что здесь что наши в двадцать первом двадцать первом году творится я еще не знал этого это москва 10 лет назад бараховская ирина привела меня фирменный магазин полюбоваться я полюбовался все мертвые февраль не помню начало конец февраля это была моя лекция вот реплик может помню как он присутствовал на мою лекцию три дня подряд все мертвые обратите на картинку обратите внимание что тайком вытащил сфотографировал вот этот шедевр я желаю это это мир мертвичина сто процентов я не просто взял руки вы догадываетесь до чего человек у ногти в корне вот это позорище жалко вот этих вот таких вот жалко ладно проходит десять лет прошлом году я снял фильм мне звонят и говорят константинович в магазин светофор завезли вот такие вот я значит магазин вот достаю этот фотоаппарат с камерой женщина меня заслонила я не давайте так вот про меня будете слушать вы же не зря подошли к самцу хотите купить хочу я сейчас буду рассказывать расскажу про них всю правду и кино вы видели мое горькое кино что завезли они уже были мертвы но там было другое там по моему уже июнь это ладно еще такой случай вот потом прислала мне там было написано значит это питомник мы сейчас ниже увидим памяти нет и это было и там был такой саженец мы помните сколько издевался на деле это была такая дрянь видана вот но возможно они исправились вдруг мне присылает вот это вот вот пожалуйста я беру включаю так это кино это рекламный фильм вот и останавливаю и фотографирую прям с экрана обратите внимание масштабы видели груша вот она груша сейчас доберемся вот вот она кутепова я ничего я сделал отдельный фильм но из вас часть какая-то видела это отдельный фильм но все не могли итак кутепова кутепова это подмосковье проще сказать так далее допустим они замечательные груши выпускают то есть саженцы но сейчас увидите страшную вещь внимание ну понятно уже с цветами это уже страшно и вот перешли к древовидным деревьям раз листья вообще распустились а вы знаете какая какая-то самая дата выхода фильма нет 15 января то есть 15 января вот это уже было распущено а почему снова смотрим уже и лишнее уже что-то было дальше так тут не совсем непонятно ну расцветет уже садить на вот расцветет ладно пропускаем наконец такие что еще саженцы если бы я сейчас перещупал допустим и они даже еще месяц будут они умрут сто процентов это говорит железо а а если купил что с ним делать на улице то еще пару месяцев надо ждать весны вот смотрим дальше вот это я опять показываю 10 лет назад до чего узнаете а то это же нет ладно посмотрели я почему тут вишни и там вишни ну ладно возвращаться не буду вот в общем похоже все тоже абсолютно та же фирма я бы еще вот это бы сравнил ладно не буду так абрикосы ух ты вот это да я представляю какие а где они хорошее вот если это подмосковье у них должен быть большой абрикосовый сад я такого сада там не знаю но это еще 50 на 50 а может напрасно а может последние годы после того как я попал в Москве это была полная безнадёга мне десятки людей на семинаре говорили нету ничего я два дня подмосковье искал абрикос я ходил ходил я видел сотни участков я даже не заходил везде оградок короткая там невысокая везде я вижу все один абрикос и тот был перебинтован вообще бинтами такой полтора метра штамп и весь бинтами оботанный но я сразу это инвалид и вот получается абрикос я не знаю на это еще не все друзья вот им дальше наконец-то я не слепой нет черешня вот теперь мне объясните допустим все таки это россия тульская область деревня кутепова это на рекламе на их тульская область подмосковье где ваш черешневый сад есть еще абрикос где-то там на это вот нашла абрикосовая плантация там я на санна в этом самом мичуринске там замечательный садовод есть вот и деревья все облеплены но не роскошными но средненькими прекрасными абрикосами все прекрасно где подмосковье черешневый сад чтобы продавать привитые саженцы надо иметь большой большой сад тем более когда его режешь как я резал он берет и умирает не трогая не умирает но чтобы вот это получается вероятность что они в последние годы вырастили черешневый сад что они в этом черешневом саду выращивают вишни наверняка привели к на вишни вот короче не верю не верю скорее всего раз здесь черешня значит это покупное а почему тогда я должен верить что абрикос если через его перекупщиками выступили может в эти коробках вами привозили а вы только это самое делайте вид что это ваше еще не все вся подлость впереди и так сладкие груши нарисованы не такая же россия на сладкие груши богата это вам еще надо иметь огромный сад абрикосы опять огромный сад вишни опять огромный сад сливы опять огромный сад возникает вопрос откуда саженцы черешня потому что это как уже точно не ваши откуда вы взяли саженцы черешня тульская область я не знаю никакого сада обращаясь к тунцам или тут тулякам не знаю как правильно жителям тула вот деревня кутепова пожалуйста найдите там сад наоборот ты даже обижаться я скажу извините ребята вот же ваш черешневый сад вот вот наш человек у вас на каме сейчас каждый может снимать из тысячи тысячи человек может снять сейчас вот так покажите черешневый сад у института сада савельевича глаза мне открыла я в это то не сильно верю но абрикосы черешья есть в нашем советском институте города мичуринска но южнее я хочу узнать потому что самое страшное что даже если это с юга даже если вам кто-то разнать как говорили я к ним серьезно обратился на кассе грудь откуда эти саженцы сейчас позву товароведа позвала товароведа я откуда саженцы привезли вы видите тут не по-русски написано вот-вот черт его знает не переведешь так и этот вот фотографии десятилетий на августе и вот она долго долго молчала потом из польши но уже это говорит о том что они у нас замерзнут и так не хотелось говорить что с польши а теперь вопрос к вам откуда дровишки я хочу знать откуда дровишки они появились в нашем магазине они появились одно из вас помните фотографии писали коробку а потом вытащили с таким жалким довольно длинный вот такой штаб у меня это есть я просто найти не мог у меня уже глаза болят долго за компьютером сижу вот это не случайно в том каком-то городе у мсайногорске появилась вот это появилась где я скажу а мы мужчина идем сейчас минутку и вот она истина описание сорта вы думаете мне это интересно все равно это все сказки весе прессе перекупщики до посадки хранить в темном месте при 0 плюс 2 а это я специально это что 0 плюс 2 это 20 22 25 не меньше и что получается делалось это когда двадцать четвертого января делался фильм вот 30 января я делал это с экрана фотографии вы думаете это все раскупили вот это все раскупили да вот это все ну и наконец это еще раз говорю и кутеповцы если они выращивали сами они не виноваты им надо кушать кушать надо круглый год они только во время продажи месяц весной месяц осенью круглый год я понимаю допустим выросили сами допустим черешни высад у них есть вот эти черешни вот они допустим фотографии у себя делали ну вероятность полпроцента же есть есть так что обижать не будем потом они издали это упакует сдают на продажу естественно то они уже написали все правильно друзьям и 0 плюс 2 а и бах в январе месяца на это покупайте плевать что все до единого погибло наши дети кутеповцы я пока вас ничем не обвиняю подозрение что у вас сад есть подозрение вы же его развеете приедет тот из наших человек рядом живет кутепово в деревне кутепово рядом живет зайдет скажет покажите сад через а потом покажу как это